МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На интере корреспонденты подробностей расскажут, какими важными событиями запомнился уходящий день в сниге Владимир Андреевский. Сегодня в программе. Беспрецедентное решение. Какой вердикт вынесли служители Фемиды в деле обрепятствовании работе журналистов Интера? Виновен, постановил суд. Фермер, напавший на съемочную группу Интера. Вердикт Фемиды. Жмеринский районный суд поставил точку в деле о нападении на журналистов подробностей. Напомню, на сотрудников Финтера напали во время съемок сюжета о местном фермере, который превратил односельчан в настоящих рабов. Тогда пострадал оператор Василий Миновщиков. Решение в пользу журналистов для нашей страны – большая редкость. А вот в деле о рабстве точку пока ставить рано. Фермер продолжает утверждать, что люди, бесплатно работавшие на него по 20 часов в день, делали это добровольно. Роман Бачкала подробнее. В августе Виктор выглядел гораздо хуже. Тогда он только вырвался из рабства. Житель Жмеринского района утверждает, что два года провел в настоящем плену. Вот в этом дворе у местного фермера Василия Бондарчука. Постоянные унижения и побои, каторжный труд. И все это до сих пор перед глазами. Еще тогда, в августе, Виктор пожаловался в милицию. Но там отказались возбуждать уголовное дело. Мужчина уже и не надеялся на справедливость. Но после выхода в эфир нашего сюжета и вмешательства прокуратуры, Жмеринский райотдел все же усмотрел в действиях фермера-рабовладельца состав преступления. Впрочем, за эти два месяца Виктора в милицию ни разу не вызывали. Общественный защитник Виктора Анатолий Кулик считает, что реально следствие не ведется. Милиция лишь создает видимость работы. Мы хотели узнать, как идет следствие по делу о рабстве и что уже сделано милиции. Но начальник Жмеринского райотдела отказался комментировать эту тему. Так совпало, что именно в день нашего приезда милиция наконец оповестила Виктора о том, что он признан потерпевшим. И в этот же день в райотделе мы встретили Романа, парня, которого фермер также якобы незаконно удерживал. Но общаться с журналистами он не пожелал. У вас есть какие-то претензии к гражданинам Бадзарчука? Или нет? Роман? Роман! Во время съемок предыдущего сюжета жертвой фермера стал и наш оператор. В него попали камни и канистра с машинным маслом. Прокуратура возбудила уголовное дело и уже передала в суд. За нападение на нашу съемочную группу фермеру грозит до трех лет лишения свободы. И сегодня в этом зале пройдет судебное заседание, которое должно поставить точку в этой истории. На скамье подсудимых Василий Бондарчук гораздо спокойнее, чем на своем подворье. Говорит почти шепотом, вину признает и даже раскаивается. И вот решение судьи. Фермер признан виновным в препятствовании работе журналистов и нанесении телесных повреждений. А вот каким будет наказание для фермера за незаконное удерживание людей, пока сказать сложно. Доказать это, казалось бы, более очевидное преступление на деле оказалось сложнее. Денег на адвоката у Виктора нет, но отступать он не намерен. Роман Зачкала, Василий Миновщиков, подробности, телеканал Интер, Венецкая область.